Всем добрый день! Во-первых, хотелось бы поблагодарить Агробрук за приглашение на круглый стол. Мы впервые участвуем. Будете, я представлюсь. Меня зовут Торо Спортном Океан. Я руковожу отделом семеноводства группы компании «Арза Агро» и также отделом испытаний. Коротко скажу о нашей группе компании. У нас 110 тысяч пашней, из которой почти 60 тысяч – это пшеница озимая. Тема сегодняшнего дня – это озимая зерновая культура, поэтому делаем акцент на этой культуре. И при этом мы являемся крупным семеноводством. Три хозяйства нашей группы компании являются семеноводами. И основное направление нашего семеноводства – это национальный центр зерна и неукрянинка. Однако, хозяйства наши расположены в трех различных зонах. Это северо-восточная зона, южная зона и в Ставропольском крае у нас также одно хозяйство расположено в Изобининском районе. И, соответственно, у нас в плане сортов очень широкий диапазон. И, соответственно, разные условия, которые требуют к себе разных сортов и, соответственно, возможной селекции. Хотелось бы отметить, во-первых, что сорт – это такой же фактор производства, как и почва, удобрения, средства защиты растения. И, соответственно, на этот фактор необходимо обращать внимание. Также необходимо при выборе сорта делать акцент на сортовой мозаике. Так как разные условия – это предшественники, могут быть разные, почно-климатические условия могут быть различными, уровень агрофона в том числе. И также материально-техническое оснащение того хозяйства, которое занимается непосредственно производством. Вот эти все факторы, они должны определять уже сортовую мозаику. И также еще у нас для сортовой мозаики необходимо понимать мощности к уборке. То есть раме спелые сорта, средние спелые и среднепозние сорта. И только потом, уже при выборе сорта, необходимо узнавать, как здесь уже было сказано, урожайность, качество, восприимчивость к пузырёзу и так далее. Что касается… всем интересно, да, какие сорта заняли действительно в каких зонах, в какие места. Да, да. Вот. Скажу, что средняя урожайность у нас в целом по всем предшественникам по северо-восточной зоне 4,5-4,5 тонн гектара. Это для нас рекордная урожайность. При этом сорта лидеры в северо-восточной зоне, это у нас Марвеловский район, Юка 6,16, Алексей 6,12. Это Краснодарская селекция. И также высокий урожай даёт Тарасовская селекция, Краснодарская лира 5,8. Это всё по парам. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, хотелось бы выше, да. При этом вот на юге у нас в качестве 12,2 протеин, а на Алексеевиче и Донской лире по 11,5. При таком уровне урожайности в этой зоне. Что касается южной зоны, это Зерноградский район. Сорта лидеры – это Тимирязевка с урожайностью 8,4 и протеин 12,5. И Алексеевич урожайность 7,8 при протеине 12,6. То есть, ну, на юге у нас альтернатив нету, на самом деле. У нас 100% занимает Краснодарская селекция на сегодняшний день. Это всё косо, это все данные именно производственных посевок. Здесь целая поля, здесь все данные с площадей более 50 мм. То есть достоверные данные. И также в изобиденовском районе сорта лидеры – это Алексеевич, Юка и Тимирязевка. У Алексеевича 9,2, у Юки 9,0, у Тимирязевки 8,9. Значения очень близкие, при этом протеин там составил, ну, в среднем по всем трём очень близкие, в районе 13. Да, в Ставрополе, да, несмотря на высокий уровень урожайности, протеин содержание очень высокое. И также в Ставропольском районе средняя урожайность у нас была 7,85. По хозяйству это по всем трюшесникам. По южному кластеру, я не сказал, 5,7. Это средняя урожайность по всем трюшесникам. В южному кластеру провалился, да, засуха, по-другому? В южном кластеру, да, это Зеренобратский район, 5,72. Нет, у нас здесь разные предшественники. Это разные предшественники, это в целом по хозяйству, по шеницам, айдиномеркаль. Вот, также хотелось бы отметить теперь новые сорта, которые показали высокие урожаи, ну, которые отметились, да, это Победа, Кольчуга, Мане, Бумба, Песня и Школа. И теперь, наверное, еще одна интересная часть. Это все они Кубанской селекции? Да, 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 мы занимаемся семеноводством именно Краснодарской селекции, но теперь параллельно с семеноводством мы занимаемся испытаниями. У нас есть подразделение, производственная лаборатория, которая занимается мелкоделенными опытами наравне с институтами. Есть техника пассивная, мы ее увеличиваем. Также есть комбайны для уборки. Вот то, о чем сейчас было говорим, да, о достоверности проведения опыта. Это, на самом деле, очень важно. И информационный голод в плане сортов, технологий, использования тех или иных препаратов, удобрений, нас вынудил создать такое подразделение, которое занимается именно добычей информации, достоверной и качественной. Вот, соответственно, в этой части мы сотрудничаем не только с Краснодарским институтом, но и с АНЦ Донским, Северо-Кавказским федеральным научным центром, да, и испытываем их сорта в том числе. Вот здесь, на круглом столе, также, Антолию Ивановичу предлагают также участвовать в наших испытаниях. У нас, в нем, 3-5 сортов, да. Они будут конкурировать с вашими кубарствами. Ваши кубарствами. Хорошо. Мы бы... 3-5 сортов. Нет, нет. А нато, и он предоставит вам. Это мало для нас. Мало? Да. Объем испытаний у нас в этом году составил 6,5 тысяч делянок. Да, и расположены они также в Ставропольском крае, в Морозовском районе и в Зерноградском районе. Это две площадки по высокому и... ну, по гороху и по подсолнечнику. Вот. Что касается новых сортов. Хорошие результаты показали в этом году Раздолье, Амбар и Полина. Это, конечно, Айцедонской. Для нас кажется, что это перспективные сорта. Но, конечно, мы будем испытывать, продолжать испытания. По Донскому зональному у нас в производстве Донская лира и также остались с прошлых лет Золушка. Мы эти сорта высеваем, высеваем и высеваем. Вот хорошие данные у нас по Донской лире. Она же у нас и в производстве. И из Ставропольской селекции выделена сорта циклетия. Вот. Это по результатам этого года. По всем точкам испытаний в среднем. По Краснодарскому, по Краснодарской селекции уже обозначена. Победа 75, Кольчуга, Амбар, Песня и Школа. Также абсолютными, наверное, лидерами по мелкоделяночным испытаниям производственным являются сорта Тимиря Зюка 150, Лауреат Алексеевич. Эти сорта на протяжении уже двух лет мелкоделяночных и производства, они занимают лидирующие позиции. Однако, вот что касается морозостойкости, да, вот по некоторым сортам Краснодарской селекции есть ограничения. Об этом надо, это надо учитывать. Вот, наверное, у меня все. Что касается информации, очень интересно. Вы вовряд выращиваете, да? Какие вопросы? Вовряд выращиваем. Как нам обращались, не могли выназначить? Урожайность очень высокая, начиная с первого года в производственном посеве. Падает ложиться. Обращать внимание на солому, но не всегда он ложится. Есть момент, когда он ложится, а когда нет. И мы пока не выявили. Загранили. Да, пока не. Вот, наших сортов, которые мы выселаем, у нас тоже порядка 17 сортов. По качеству большого разбега не было. Она та же самота, у нас практически 14 протеин, 13,7. Сейчас открою таблицу, посмотрю. Гром немного ушел вперед, как всегда, на полпроцента, на процент. По всем, у нас как бы там три небольших хозяйства, но мы ведем как бы совместную деятельность. И отчетность, грубо говоря, в среднем получается одинакова в этом году. В среднем, по всем трех хозяйствам, там 70 с небольшим, 72 центера на круг мы получили. Качество все тройка. Четверки нет. Хорошо, плохо, не знаю. Но в одном углу, где у нас очень поздно, осенью пошли дожди, урожайность была невелика. 50-55 на круг, там 380 гектаров у нас пшеницы было. А там мы сильно просили. Все остальные поля давали за 80. То же самое там из известных уже сортов, зарекомендовавших себя. Это и Ахмат, и Иланчик, они были в большом, как бы так сказать, посеве в товарном, были размещены. Буквально там 3-4 километра, где мы получили своевременные октябрьские уходы. И вот под Новый год разница достигала 30 центеров. При одинаковой технологии, при все абсолютно одинаково, единственное, как бы местоположение участка и начало ставка развития озимой пшеницы. Хочу сказать, что по кукурузе на зерно у нас был тоже посевный Иланчик, товарный посел. Перестоял он, убрали мы его, практически он был далековато тоже, с влажностью 8,5-9% максимум. Дал Иланчик 88 центеров, приятно, мы были удивлены. Я думал, там как бы-то подосыдился его прилично, но он там и начал уже осыпаться. Ну, вот такую удаленность он показал. По Ахмату, хочу сказать, в большом товарном посеве и в семенных участках, везде у него в этом году у нас вот за май месяц дождей было немножко, 8 миллиметров все выпало. За июнь вообще ничего, не было сухое, уборка сухая прошла, как бы, то есть вот жара. Высокая температура, присушила, и у сорта Ахмат проявилась такая особенность, верхушка колоса была, зерно очень худое, прижаренное. Ушло много рубашечки, не вымолоченное в бункер, как бы, в глаз сразу как бы это бросалось. И на роторных комбайнах это было, как бы, прям вообще задевало взгляд. А на барабанах тоже присутствовало в большом мере. Ну, как бы, в процентном соотношении с роторными комбайнами там была более-менее, так, ситуация щадящая. По стабильности урожая хотел бы отметить, вот и Роскарманукьян говорил об этом сорте. Тимирязевка 150-я. У нас в этом году было много, значит, посеяно новых сортов. Это из среднепоздних была новая пшеница Федор, Шарм и Тимирязевка из среднепоздних. Но только лишь Тимирязевка, она подтвердила свои, как бы, данные и возможность высливаться в нашем засушливом углу Ростовской области. 85 нацентеров дала при протеине 14,24. Натура 816. Федор и Шарм меньше 68,7, 76,6. Натура была послабее 780. Ну, протеин, если у Федора был 15, то у Шарма 14,3. То есть, как бы, вот еще раз подтверждается, что вот наш угол, недостаток влаги, полное отсутствие июньских дождей, за май 8 миллиметров, как бы, не позволяют нам высевать высокопродуктивные, очень, как бы, с большим потенциалом среднепоздние сорта, которые очень хорошо себя показывают. Это, как бы, в условиях, в районах достаточно увлажнения. У нас, у Федора, уже, таки, более, такой, арильный, сухой уголок, и, как бы, они не для нас. Ну, и стабильно, как бы, высокий урожай у нас дают до средней ранней, среднеспилые сорта. Очень хорошо себя показала школа. Школа давала по гороху на зерно 92 центера, давала на круг. По подсолнечнику у нас там было несколько контролей. Фирма Басу закладывала свои линейки пестицидов, там, фонгетели Церриакс, Бакус Прамча, там, еще много там. И несколько контролей мы прокашивали. Урожайность там показала от 82 до 84. В принципе, по химической составляющей технологии выращивания два центера, это, как бы, вот, по кругу да около. Особой там разницы я не увидел, но подсолнечник был евролайтинговый, предшественник. То есть, как бы, довольно-таки, жесткие условия, и школа показала очень хороший результат. Ну, опять-таки, предыдущие воды, засухи и осеннее более-менее достаточно увлажнение. В речке, наконец, в пруду появилась вода, то там сено уже косили. Может, если я ехал в рассошке, наверное, наблюдал, что у нас там скотины уже пошли по полной реки. Как бы, вот, хочу сказать, что разница между горохом и подсолнечником евролатинговая небольшая, но это, опять-таки, только из-за того, что горох после себя водички немножко больше оставит. А так, как бы, я думаю, что разница должна была быть побольше, по идее, так. Очень неплохо, если показали зиму твердой решеницы. У нас была новинка, значит, на испытаниях это Белла. Она при норме высела 40 килограмм, дала, значит, 65 центеров, и протеин у нее 15,3. Зарекомендовавшись всем большой, как бы, там, большой историей уже производства крупинка, 67 центеров показала, норма высела там была 100 килограмм. И новинка сеньора тоже была высела на 100 килограмм, она показала самый высокий урожай, 74 центера дала при протеине, на удивление, 16. Натура везде была 789, 795, 788. Влажность на момент уборки 9,9-9,8. Ну, чуть-чуть, конечно, поздновато мы ее убрали, но это были дилянки, там, в принципе, небольшие, там, 2 гектара, крупинки сеньора было чуть побольше, там, около 8 гектар. Ну, то есть, как бы, как вот, доктрина, которая высказывается, РЗАГРА подошла, твердой пшеницы, все, бросай, езжай, касси, ну, мы, как бы, это семена... По зеленой пшенице мы отдельный холк, сейчас чуть похоже. Все хорошо, извиняюсь, Николай Васильевич, да. Хочу отметить победу 75-ю тоже, которая, значит, вот у нас норма высела 40 килограмм. Она показала достойную урожайность на уровне сорта Гром. Если Гром 78,2, то победа 75-я, 78-39. Влажность одинаковая, по 9%, натура 806-я Грома, победа 820-я. Ну, и протеин 14,2 Гром, 14,6 у победы. Ну, как бы, я думаю, что если все-таки норма высела сделать, как положено, поднять до 120 килограмм, то там мы видим эти, там, 5-6 сантиметров прибавки только лишь из-за нормы высела, потому что 40 килограмм, это, конечно, очень мало. Очень редковатая была. Хотел отметить еще вот новый сорт Песня. Он еще как бы на госсортах испытаниях. Но пока виды у него очень даже неплохие были. Показал он 75,7 с высоким протеином, 14,96. Я надеюсь, что в следующем году мы его как бы тоже будем сеять. Попробуем, посмотрим, как раз закончится госсорт испытание. Быть может, если все сложится хорошо, у этого сорта будет тоже неплохое, большое будущее. Ну, и старый-старый, вроде бы, древний сорт Таня, 2005 года в производстве. У нас в этом году он тоже дал по подсолнечнику гералатиному 79,8, натура 803 и белок почти 14, 13,9. Как бы, очень для этого сорта, который... Не бросел. Да, ну, он все время, как бы так, в пятерке, там, в шестерке самых урожайных сортов крутится. По качеству на него там много нареканий бывает. По зимостойкости есть вопросы. Вот Анатолий Иванович говорил, там, пару лет назад южные сорта по-вымерзали. Ну, это правда. Если взять, допустим, вот сорт Алексеевича, сорт Тимирязевка, это как брат с сестрой. Тимирязевка от Алексеевича отличается, там, три дня объектации больше и лучшая зимостойкость. А так, это, в принципе, сорта, ну, они из одной гибридного скрещивания, и, как сказать так, хозяйственные характеристики, биологические, у них все остальное практически одинаково. И урожайность, хотя, ну, Тимирязевка, это, конечно, стало чуть повыше. Качество зерна, морфологические признаки очень похожи. Вот хочу сказать, что Алексеевич, Таня, значит, ультра у нас была, сейчас она на Краснодаре, новый сорт Кубань, да? Вот они вымерзли два раза в черную землю, вот честное слово. Алексеевич пятнами вообще-то, местами зеленой островки оставались. Тут же была, где-то 30% клетки рядом с Алексеевичем была Тимирязевка. На ней, как вы говорите, был битый колос, где-то на каждом пятом-седьмом колосе, где-то процентов 15-20 верхушки колоса была белая. Ну, то есть прижарила, приморозила. Мороз у нас был минус 12. Разница с Алексеевичем, который потом отрос, после двухразового, значит, замерзания, была больше 25 центеров. Поэтому, как бы, Алексеевича я с того года отказался, мы его больше не сеем. А Тимирязевки оставили более широкий клин. Стали мы ее шире рассевать. Потому что вроде бы в одинаковых условиях. Сорта очень похожи, но показала вот такую вот большую разницу в производстве. И плюсом ко всему, я заметил именно у Тимирязевки интересную особенность. Она очень хорошо получается. Да и все средне-поздние сорта, они неплохо получаются по герлакетному подсолнечнику. Потому что, как бы, вот мы все же ножками ходим, агрономы по земле смотрим. Где-то опрыскиватель. Бывает такое, что двойное наложение гербицида. Там пшеница, мы замечаем, очень сильное угнетение. Где-то получился огрех, там, на краях, где-то приспитель, там, полметра раньше или позже включил. Как бы, так получилось, там, их видно. Даже потом, после посева земной пшеницы, чуть большим количеством сорняков, допустим, там, где-то, там, амброзия, когда-то торчало подсолнечники, потому что мы ее не отработали. Так вот, на скороспелых, среднеранних сортах земной пшеницы очень сильно заметно угнетение после действия имазомоксом. На средне-поздних меньше, и на темирязике 150-х хотел бы отметить вот это такое вот практическое наблюдение. Визуальной, как бы, такой просадки и отличие от нормального посева на огрехе практически незаметно. То есть, вот тут, где не было гербициды, рядом, где участок был обработан, вот из-за своей, как бы, такой, длительности развития, позднего, как бы, так, просыпания весной, вот этих латок незаметно, не видно. И, как бы, просадки урожайности именно на этом сорте я не отмечал. Безвостное слое очень сильно реагировало и, как бы, так просаживало урожайность. На темирязике такого не было. Ну, как бы, так. А где-то еще это подтверждается в других районах? А где-то так тоже сильно? Ну, в темирязике отмечена высокая урожайность по подсунищику, в том числе обоги была. Особое замечание пока не было таких моментов. Нет, ну, если, Игорь, просто если подойти, найти участок, который не обрабатывался гербицидом на поле, и вы заметите, что вот здесь, где не было гербицидов, больше, как бы, там травы, травы, там осталось бурьянов, его видно, это грех. А там развитие пшеницы будет такое же, где вот на чистом участке, где гербицид лег, и есть, как бы, фитотоксичность. Ну, вот, как бы, на этом строке. Быть может, потому что весной, я говорю, она очень поздно просыпается, как бы, генетически, она более-менее устойчива к этим процессам распада действия вещества, самого этого химического препарата. Да, надо брать на заметку. Анатолий Иванович, пожалуйста. Виктор Викторович, у нас в посеве десятки случаев после герблайтинга восемью засыхала пшеница после действия. Вы говорите, вы в аваридной зоне. Мы, если в аваридной, то уже, по сути дела, от этого препарата отказываются сейчас при засху. Он не промывается, и бесполезно все эти зимы пшеницы. Анатолий Иванович, мы сеем семечку в марте, мы знаем это. Мы работаем, две пары настоящих листьев, мы работаем этим гербицидом. Во-первых, почему? Мы выдержим больше четырех месяцев. У нас обработка подсолнечника происходит, когда вы только еще начинаете сеять. И вы уже посеяли, а мы позже вас сеем на три недели. У нас с вами месяц разница. Месяц, он играет ничего. Я знаю. Сами от севера юг. Значит, юг начинает уборку дней на 20, на 30 раньше, мы на это колесо позже. Но мы должны сеять на эти 20 дней раньше, а они на эти 20 дней позже, в них месяц, выявляются на более лучшую обработку почвы и так далее. Это правда, так и есть. Да, так и есть. Это верно. А другое, что сейчас как бы, по чрезвычайному, вроде бы, Евроватин, оно называется, Евроватин плюс, да, он как бы помягче. Там добавили каких-то там прилипателей, уменьшили именно ДВ препарата этого, и филотоксичность на последующую пшеницу снизилась. Ну, хотелось бы. Хотелось бы, чтобы посадки были после Евроватинга, после Евроватинга. Вопрос, у Викторовича есть образ? Он сорт Ахмата говорил, говорил, вадил, вадил. И так и не сказал. Урожайность Ахмата. Сорт Ахмата, смотрите, у нас предшестник Владимир Аквиазима пшеница под сорт Ахмат. Был большой, клин под него отведен в товарном посеве. Там, где он зашел под Новый год, урожайность его не превысила 55 центров. Там же у нас, конечно, небольшой кусочек, людьми Андрея надавала тонну Ахмата оригинала, для пересева, значит, на, или питомник, для пересева, значит, на до семейной стыли. Там был кусок семечки, я его там посеял. Он тоже взошел, но там был вообще малонормовый сево посеянный, 80 килограмм. Там он дал 47. Вот так. Буквально сюда, чуть-чуть южнее, восточнее, там, 5-7 километров. Ахмат изъедовал 84-88. При урожайности, как бы, вот этой, он дал тройку. И это было пшеница по пшенице. То есть, как бы, вот именно старт развития Ахмата. И у Еланчика, кстати, тоже дал такую разницу урожая. 30 центов получилось. Попозже об этом. У нас там будет блок по себестоимости, по рентабельности. А сейчас скажите просто, урожайности, какие сорта лидировали? Можно табличку, да, включить? Так, чтобы удобнее было. Значит, представляем мы два хозяйства. О семеновод и о колхоз 50 лет октября. Этот год, конечно, исторически для Приазовской зоны, в подсчетах урожайности, не использовались никакие неполитические моменты, которые, как бы, у нас есть в погоне за отчетом. Кто-то хочет показать свои успехи, приумножает. Это реальная урожайность сортов, которые мы получили. Почему с этой таблицы? Хотелось бы и начать. Это каждый год мы сеем поле агронома. Это в одинаковых условиях. Высеваем сорта по одному гектару. И сравниваем их урожайность. Уборка производится в один день. Естественно, оцениваются потери. Мы стараемся отталкиваться от самого неспелого сорта. И вот, в принципе, те сорта, которые представлены, они были в этой группе. У нас это разделено на два хозяйства, в принципе. Вот в целом, в демонстрационном посеве, первое место, вы видите, занял Гомер. Урожайность 97 центеров с гектара. Второе место школа. Алексей Стемирязев, как правильно Виктор Викторович говорил, брат и сестра, вот какой год мы сеем демонстрационных. Алексеевич и Тимирязевка, она всегда рядом по урожайности. Только отдельный год Тимирязевка опережает Алексеевич. Многим, которые используют более северные регионы, мы советуем Тимирязевку 150, более южный Алексеевич. Какая особенность этого поля, что на дальнейший массив этого участка был засеян сортом Гомер, но он уже при уборке, по подсчетам, дал 85 центеров с гектара. И вот можно следующую табличку щелкнуть, я покажу просто. Это мы выбрали самые лучшие поля в этом году по уборке. Вот посмотрите, вот напротив, сорт Гром в одинаковых условиях, при одинаковой технологии, показал урожайность 94,2 центера с гектара. Да, протеин 11,1, но все-таки это самый максимальный результат в большой площади, который в этом году удалось достигнуть. Сорт Алексеевич был по запаху на озимой пшенице, Таня также по запаху на озимой пшенице, но особенность этих полей, что использовалось в удобрении всего лишь 220 килограмма мячной селиты. То есть основной упор был сделан на то, что была влага, и вся солома, которая была запахана, она разложилась. Далее, здесь вот стиль 18, вот посмотрите, 260 гектар, и протеин его 13,8. И вот как оценить, будем, экономическую составляющую в этом году в связи с большой разницей по цене между протеином 13,5 и 11. Там доходило до 4 рублей. Вот как раз вопрос к тому, какой сорт наиболее эффективен. Для нас самый основной момент, мы не ориентируемся на показатели этого года. Мы понимаем, что при подсчетах урожайности влияет плодородие поля, разные его участки, разные технологические просчеты, или наоборот, технологические успехи. Поэтому тяжело так сказать, что, например, кто-то провалился, как сегодня сказали, да, Таня 88 провалилась. У нас нету такого, как бы, критического отношения. Но можем сказать, что если в прошлом году средне-поздний сорт «Юка» занимал лидирующие позиции, то в этом году сорт «Юка» уступает тому же сорту «Тимирязевка», который был, Виктор Викторович, который был посеян на 500 гектарах по подсолнечку «Евроватик». «Тимирязевка» 150. Мы отметили давно его особенность, и конкретно по подсолнечку «Евроватик» он показал урожайность от 80 до 85 центов. Но нюанс есть такой. Сам гербицид мы применяем половиной дозе. То есть более стараемся, уповая на то, что потом подсолнечек уже будет конкурировать с ослабленным сорняком. Это при одном условии. Если нет, заразись. То есть это вот такая особенность. И какой фактор для нас самый главный? Это подсчет урожайности поля за три года. Потому что вот один пример. Был посеян сорт «Юка» на площади 200 гектар. В прошлом году кукуруза «Пионер» 92-41 на Багаре дал 110 центеров с гектара. Вот как оценивать урожайность «Юки» 74 центера с гектара поздний срок посева по такой кукурузе? Как оценивать? Ну, если сказать, я скажу сейчас «Юка» 98-4. Вы посмотрите на урожайность, скажите «Аааа, пора вычеркивать этот сорт со своей технологии». На самом деле, посчитайте, 184 центера с гектара того поля за два года. Это для нас основной показатель экономический. Если мы прибавим к нему еще третий год и разделим в среднем на три года зерновой потенциал, мы можем что-то сделать, какой-то однозначный выбор. А так каждый год какие-то сорта вырываются вперед, какие-то немножко уступают. Если из новых было посеяно в линейке, ну этой таблицы здесь нет, 7 сортов, это Мане, Федор, Аграфат 100, Стиль 18, Шарм и Алексеевич. Лидером стал сорт Мане, который показал урожайность 97 сантиметров с гектара при влажности 10%. Ну понятно, если пересчитывать на стандартную влажность, то он свои 100 сантиметров дал. И второй, который сорт его в зоне досягаемости был, это сорт Алексеевич 92 сантиметра и сорт Аграфат 100. Все сорта на этом участке показали высокое качество, хотя на производственных посевах по предшественнику подсолнечек, также и Тимирязевка, и Иванчик, и Гомер, в этом году показывали средний протеин от 10,5 до 11,5. То есть вот так вот однозначно сказать, что Тимирязевка у нас дала высокие результаты, при этом высокий протеин, мы не можем. Поэтому здесь необходимо учитывать все факторы. Но опять же вернусь к той же теме, что подсолнечек Евроватин в прошлом году дал 35 сантиметров, и потом следом Тимирязевка 85, это тоже является таким вот хорошим признаком того, что сделано правильное направление в выборе сорта. Папа выбрал хорошее место для жить. Да. Проводили, мы как бы ранее испытывали и зерноградские сорта, и тарасовские. Есть у нас, были достижения максимальные и по тарасовским сортам, Донская Лира 72, Амбар 66. Но в нашей зоне, при наших условиях, при наших относительно мягких зимах среднемноголетних, Краснодарская селекция очень сильно вырывается вперед. Я считаю, в честной конкурентной борьбе уже 95% засеваемых площадей в Миклиновском районе, а зимой пшеницы, это Краснодарская селекция. Хотя буквально в 2004 году зерноградская и тарасовская селекция занимала до 70%. Что повлияло? Это недостаточное распространение, недостаточный маркетинг или еще что-то, или какие-то других условия. Я не буду вдаваться в подробности, но у нас как бы немножко мы оцениваем то, что произошло в этом году. А так, в целом, хотелось бы сказать, что тут была диаграмма выбор сорта 15%. Я скажу так, что вот это 15% выбор сорта, это было, наверное, лет 5 назад. В связи с большим развитием селекции зимой пшеницы в нашей стране, за что я очень благодарен нашим селекционерам, потому что это очень кропотливая, сложная работа, этот процент нужно увеличивать до 30% от выбора сорта. Это мы все видим на своих демонстрационных посевах, на своих производственных, когда мы сравниваем до 5 сортов. Разница может доходить до 10-15 центров. Если раньше мы такой выбор определяли только за пропашными культурами, все это прекрасно знают, от выбора гибрида кукурузы под сомничка очень многое зависит. Конечный результат только от одного выбора, я не говорю за технологию, только от одного выбора. То сейчас правильный подбор сорта под конкретные условия погодные мы не можем сказать, потому что мы их не можем предвидеть, но под какие-то анализы среднемноголетних условий, систему питания и ту ситуацию, которая складывается в действительности на полях. Мы, семеноводческое хозяйство, имеем возможность менять принятие решений по ходу сева. То есть, если нет влаги, такие сорта, которые требуют осеннего кущения, а потом они очень плохо будут весной развиваться, мы их просто отставляем и переводим товарные посевы, используем больше те сорта, за которыми закрепился авторитет, как развитие и поиск, как у нас называется, ранний зимний период, когда под снегом они сходят, и тогда, когда наступает ранняя весна, и эти сорта имеют высокий потенциал кущения, и буквально с трех миллионов темирязевки 150, которая находилась в фазе трех листьев, по оценке на март месяц, вот я прекрасно помню, приезжала энергия, господин Бухтияров, он говорит, прям позвоните, скажите, сколько это дар пшеница, я не верю. А я говорю, этот, ну, сложились немножко благоприятно погодные условия, и мы темирязевку 150 на большой площади убрали 70 центеров с гектара. То есть, вот эта особенность сорта была использована при позднем посеве, соответственно, получен такой благоприятный результат. Поэтому роль селекции сейчас огромна, я считаю, что в честной конкурентной борьбе будем выигрывать только мы, производители. Да, все, надеюсь, это делается. Спасибо. Вопрос можно? Да, 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 Антон Иванович. Я прошу, Антон Иванович, чем, как вы обрабатываете после озимых в поле, чтобы потом в следующий сей. Потому что 8 тонн грубо урожай, это соломы 16 тонн в гектаре. Мы деструкторы. Значит, на самом деле, такая урожайность получена у нас впервые, поэтому таким опытом мы не можем поделиться, как с такой соломой бороться. У нас есть только опыт борьбы с соломой. Какой у нас будет и серия потом, по этой причине. У нас, как я понял, паров нет. Паров нет. Значит, на данном этапе мы вносим... Сжигать будете? Сжигать нельзя. Не провоцируйте, Антон Иванович. У нас система... Я не буду уже вдаваться подробностей. Я по образованию не агроном. Я по образованию иковых. Поэтому я не могу вам... Знаете, я против сжигания стереней. Значит, урвать, увиливать, а отвечать. Я вам отвечаю. Мы вносим сульфат аммония 300 килограмм. Если наступают условия увлажнения, мы вносим триходерма. И проводим очень много испытаний с несением для разложения стерни. Потом стерня эта запахивается, поле выравнивается. Запахивает? Запахивает солому. В общем, вы внесли месяц, она измельченная с этой... Используем, используем на... Да. Используем, используем. У нас предварительно уже расписана структура. И на тех полях, на которых будет азимая по азимой, мы используем роторные комбайны Джендир с хорошим измельчением соломы, равномерным. И тут сравнивать поля азимая после азимой только после уборки разных комбайнов. Уже можно небо и земля. Понимаете? Да и после Джендирра полоса остается. Вы мне задали вопрос, я вам ответил. А это ваше... Но мы же тоже крестьяне. Хотел бы добавить, что вот очень разное понимание идет. Вот когда запахивает солому, если сухая почва, да, и в дальнейшем не выпадает осадка, это просто отложение проблемы на апрель-май месяц. Потому что когда корневая система достигнет этой соломы неразвожившейся, азимы начинают моментально фенольное отравление, они начинают сохнуть. Поэтому это не метод такой прям прямой борьбы с соломой. Это один из методов, но он несет свои риски. Поэтому здесь у каждого там выработана своя технология. Ну, я, да. Поэтому... Я вас слышал. По-колоссовым, по-колоссовым. У нас, если такой урожай, это только надо запахать. Если заделать почву пахотную свою, туда, там можно не сеять. Семена могут даже не прорасти. Вот именно за феноли соединениями соломы разговаривали. В прошлом году на Северной области много было почвили. Да, спасибо.